Летом эту речку можно перешагнуть. Весной в половоде Тиганчиха привольно течет там, где проходит улица Гоголя. В этом году затопило не только улицу. Вода пришла в дома. Василию Семёновичу поведение реки едва не стоило жизни. Спасая в затопленном подвале свои запасы, он отморозил ноги и не мог самостоятельно выйти. Спасли соседи. Но в больнице Василий Семёнович пролежал только два дня. Сердце болело о том, что творится дома. Выписался, пошёл спасать. Что осталось? В безвыходном положении надо следить, что опять придёт вода. Сейчас потепление будет, опять придёт. Таких, кто не может уехать, бросив последние на улицы Гоголя, большинство. В администрации Култука это понимают и что могут делают. Вдоль улицы и русла реки сделали отверстие для отвода воды. Привезли несколько грузовиков шлака строить дамбы. Но это временный выход. Как решать проблему кардинально, пока не ясно. Решить этот вопрос никто, по крайней мере, не может. Были гидрологи, которые, ну вот мы сейчас договаривались с ними, может быть, в весенний-осенний-летний период ещё подъедут и будем рассматривать, что дальше делать, чтобы таких ситуаций не возникало. Ну, вопрос сложный. Всего в стихи пострадало около десятка домов. Местная администрация уже подсчитывает сумму ущерба. Через месяц, когда наступит половодие, честь жителей придётся эвакуировать. В поселковой больнице уже подготовили несколько мест. А тому, кто остался без зимних запасов, будет выплачена материальная помощь.